Всем привет, я продолжаю играть в игру под названием Маленькие Кошмары. Все-таки решил не продолжать марафон по Стрею. Одна из причин этого, это маленькие просмотры, хотя меня это вообще не волнует. Ну во всяком случае, когда есть хотя бы 50 просмотров на видео, это плюс мотивация. Так, идем. Ты идешь. Так вот, решил как-то не мучить вас Стреем. И вы, видимо, уже посмотрели у других ютуберов, и как-то смотреть у меня у вас желания нет. Так что не будем это как-то зацикливаться. Выйдет завтра. Да, он все равно выйдет, я его докончу. Для меня эта игра, ну она мне понравилась, так что я ее забрасывать не буду в любом случае. Это что, лапа? Это на голову не похоже. А, слышите? Мы, по-моему, дошли до самого доктора. Да-да, я слышу его голос. И это одна из самых интересных моментов. А, я один пойду. А, нет, ты со мной пойдешь? Да-да, ты со мной? Сохранение. Идем. Идем, идем. А это, оказывается, интересно, да. А, это тени. Ну? Что это? А, я понял. Как взять? Подождите, а как... А, вот. Я понял. Так, попал. Так, он убегает, я понял. Опять же эти руки. Видимо, там вторая рука присутствует. О, нет, 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 стой. Все в порядке. А, даже так. Если я встаю на его пути передвижения, то он все равно может меня ловить. Ладно, моя ошибка. Идем шестая. Сейчас разберемся. Видимо, в этом контейнере, где лежат трупы, есть вторая рука. И мне придется сначала уничтожить первую, а потом уже вторую. Так, где ты? Выходи. Так, держи. Сейчас будем бить. О, нет, а это опасно. Так, куда ты идешь? Начало, да, да. Забирай. Так, первый удар. Готов. И он сейчас опять выйдет откуда-то... Да, отсюда. Так, обманул меня. И все, да? Это, конечно... Нет, еще? Держи. Шестая. Серьезно? Так, а это опасно, кстати. Нужно их отвезти для начала, чтобы... Так, они почему-то меня продолжают последовать. Давайте... Так, одна есть. А, да, все. Одну уничтожил. Еще нужно провести три удара по второй руке. Все в порядке, давай. Держи. Так, первый удар. Ждем. Где ты? Так, второй. И последний. Давай, я смогу. Не провалюсь. Ты, рука, меня не победишь. Для меня ты не проблема. Да, все. Три удара на них хватает. Больше не нужно. Шаловливые выручки. Так, ну ты... У тебя же была где-то палка. Ты могла как-то, наверное, мне помочь. Хотя сил, наверное, у тебя не хватает. Все же, я как-то буду поздоровее. У меня роста больше. Маски. Стоп. Это же маски у поваров. Ты опять болеешь? Или это те приступы, типа, обжорство, или как там было, я не знаю, чревоугодие. Возможно. Но эти маски, да, похожи как будто на те маски, которые использовали повара. Возможно, как раз-таки этот доктор их и делает. Оба-на. А вот и сам доктор. Такой здоровый. Ну и страшный, конечно. Я понял. Так. А это опасно. Подождем, пока он идет. А. Мы должны проскочить, да? Так, проскочили. Все нормально. Как сейчас пройти? А, в дырку, я понял. Так, стоп. Он заметил? А, нет. Он просто шарится по полкам. Все нормально. Так, проходим. Шестая. Ой-ой. А как он держится? Я не понимаю. По потолку? Ну, там же не за что держаться. Так, что это? А, он пациента проверяет. Я думал, он готов поднять лежачку. Чтобы, ну, типа заметил нас. Осторожно. Так, у него фонарик. А, это не фонарик, я понял. А, все, я понял. Мне нужно достать игрушку вон вдали и нажать на кнопку и побежать. Я понял. Это, кстати, очень опасно. Участливая то, что он в этой комнате будет находиться все время. Так, подождем, пока он отвернется к другим пациентам. Кстати, эти пациенты уже похожи на людей, просто с протезами. То есть, у одного нету двух рук и двух ног, но протез на ноги есть. Да-да, они более-менее похожи на людей. Так, считай, немного отпущу твою руку. Ты, главное, не бойся. Заберу игрушку. Ладно, подождем. Не будем рисковать. Да. Это не стоило того. Да, если взглянуть на шею у тех, у кого нет, как бы, головы, то видно, что там как раз есть мясцо. Так, что полноценно можем утверждать, что это как раз таки живые существа, которым уже потом присоединили протезы. Вау, зачем? Зачем растягивать конечности? Это немного больновато, да. Идем, 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 идем. А потом нам нужно будет бежать. Ой-ой-ой. А вот это опасно, кстати. Это опасно? Но мы сможем. А, я знаю, куда можно будет спрятаться. Хотя мы не успеем. То есть, за эту каталку я хотел, но, по-моему, мы не успеем. Он быстрее заметит нас. Так, а куда ты? А, все. Шестая. Так, меня нету. Шестая немного умнее, чем я. Я пошел дальше. Да. Он меня все-таки заметил. Ну, шестая как-то... По-моему, и меня будет в любосущее. Ладно, я кину, а ты жди. Ну ладно, как хочешь. Так, меня нету. Не ищи меня. Да, он не заметил. Все нормально. А, нам наверх по полкам. И уже выйдем в вентиляцию. Так, он долголатый как-то. А, все. Идем. Он ушел? Да, он ушел. Все нормально. Тут уже сами. Угу. Какие-то планы на доске. То есть, аккумуляторы, которые, наверное, вживляются в людей, чтобы они нормально... Ну, не в людей, а в существ, чтобы они полноценно существовали. Наверное, поэтому они двигаются, в общем, без голов. Да, мы в вентиляции. Тихо как-то. Даже не слышно голос. А, кстати, вот как он передвигался. Он просто слал руки через эти отверстия. Да, вот. Как только что нам показали. Но, он нас не заметил. Возможно, он подумает, что был какой-то сбой. И просто оставит это. Сохранение. Опять. Сохранение бывает, когда мы можем погибнуть где-то. Так, здесь можно упасть, да? Идем. Не-не, мы идем. Нам прямо. Да, судя по всему, мы где-то можем упасть. Поэтому. Так, отпусти. Все нормально. Спускайся. Ой. Вау. Нужно было немного не в то место спрыгнуть. Так, а куда нам? Нам нужен ключ. Ключ мы можем добыть. Я понимаю, как. Да? Да. Все верно. И залезаем. И уже Штайн нас переносит в другую комнату. Все. Да, я тут. Я помню, здесь была какая-то шапка. Давайте найдем ее. Шапочка-то где? Так. Ну, тут ее нету. Она, наверное, где-то наверху. А, я понял. Я понял, как это сделать. Смотрите. Вытаскиваем вот это вот трупа. Прекрасно то, что нас не слышит. Вау. Чуть не упала. Да, вот ключ. Но... А где шапка? Я помню, здесь была шапка какая-то. 100% где-то была. Я в этом уверен. Возможно, ошибаюсь. Возможно, все-таки, да. Так. Перепрыгиваем. И уже отсюда органы, кстати. Органы, которые он вытащил... Вытащил и продает. Ну, скорее всего, продает. Я не вижу просто другого смысла как-то вытаскивать органы. Так, мне просто интересно. Где шапка? Я знаю, что она где-то здесь. То есть, я в любом случае могу как-то использовать другие панели. Вот эти вот. То есть, тянуть на себя. А, вот, кстати, вот нашел. Одна открывается. Да, шапка. Смотрите. Не прогадал. Шапка с перевязанным лицом. Давайте посмотрим. Головные уборы. Да, вот. У меня осталось еще 4 шапки. Это последняя шапка. Эту я найду еще в будущем. Это шапка охотника, видимо, которую я не нашел. И еще одна какая-то шапка, которую, судя по всему, я тоже не нашел. Грустно, но ладно. Это эксклюзивная шапка. Которая можно добыть только в DLC. А остальные уже как-то можно в самой игре найти. Так. Может, поменяем шапку? Консервная банка? Нет. Это не интересно. Ну, давайте почти лишь 6. Думаю, будет довольно-таки нормально. Я пожарный, да? Судя по всему. С этой шапкой. Ну все, я ключ добыл. Мне нужно обратно. Ой-ой-ой, мухи. Так. Смотри, шестая. Потовый цвет. Тебе нравится? Я же красивый. Идем за ручку. Видимо, понравился. Ключик. И толкаем. Так. Как-то сложновато открывается. Идем. Вот именно такие игры, я не знаю почему, но такие игры, кто длятся, по-моему, 6 часов, эта игра длится. Первая часть длилась 4 часа, а вот эта вот 6. Как я знаю, вот почему-то они растягиваются на так долго. Возможно, потому что мы исследуем, идем медленно, не по прямой, но во всяком случае 6 часов это мало. Игрового времени, но я как будто эту игру играю очень, очень долго. Сначала съемки, естественно, игры. И это мне нравится. То есть я немного растягиваю удовольствие этой игры. Так же и со Стреем. Я уже думал, что скоро закончу эту игру. Но нет. Она все продолжается, продолжается. И, видимо, конец еще не скоро. Потому что еще впереди город. И мы должны найти Клементину. А это еще, наверное, где-то час геймплея. Возможно, даже два. То есть мы находим Клементину. Это буквально где-то часик. Ничего себе ты прыгаешь. И уже конец игры. Это, наверное, еще часик. То есть буквально 9 часов игрового времени. Понимаешься? Идем. Как-то не хочет. Так вот, мне нравится то, что, на мой взгляд, игры как-то... Ой-ой-ой. А, все нормально. Игры длятся больше, чем кажется. Ну, чем они есть. Так, так, так. Ага. А, вон вижу, смотрите. Вижу то, что мне нужно собрать. И вставить. То есть тогда он нас будет догонять. Как я понял. Но мы сейчас должны его отпечь. То есть он будет так постоянно передвигаться. Туда-сюда. 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 Так, нас не видно. Мы спрятались. За столом. Так, видимо, ну... Да-да. Я понял. Я один пойду. Только спрячься потом. Спрячься. А, все. Вспомнил. Я здесь должен отключить, да. Аппарат жизнедеятельности. То есть вон подтверждение того, что... Они дышат. Дышат из пластика. То есть, возможно, да. В них установлен какой-то моторчик, который позволяет их сердце биться. Я погиб. Ладно. Я должен был зацепиться, но... Я как-то не смог это сделать. Так, он почему-то орет. Давай теперь осторожно, Моно. Мне ты нужен живым. Вот, все в порядке. Так, все в порядке. То есть, смотрите. Он сразу же прибежал на то, что... Его подопытный... А, не подопытный. Возможно, как раз таки... Просто обычный... Хотя нет, это подопытный. Да. Начал умирать. Сразу же, как врач нормальный, прибежал. И начал... Как бы... Возрождать его. Восстанавливать его жизнь. То есть, поэтому можно сказать, что он даже... Отличный антагонист. У него есть, конечно, свои цели. Это те цели, что он нас убивает. Таких маленьких, как мы. Но как врач он выполняет свой долг. А это уже что-то значит. Идем шестая. Но почему-то... Он делает ему искусственное дыхание, или что? Сохранение нам придет. Да-да-да. Здесь нам надо будет убегать. Убегаем, считай. А, я как-то не успел, да. Потому что я вначале врезал все в стенку. Так. Готовься. Сейчас будем убегать. Да нет, ну... Я опять не успел, видимо. А куда он пропал? Вы это видели? Он дал нам фору. Он дал нам маленькую фору, чтобы мы убежали. Спасибо, конечно, но, во всяком случае, этого не требовалось. Как? Я же не попался ему в руки. Ну, фору-то он нам дал, но он почему-то какой-то быстрый. Или это я медленный? Ну, шестая бежит очень быстро, я так скажу. То есть, ее не догнать. И почему? Я не понимаю. Вроде бы я бегу быстро. Так, ладно. Еще одна попытка. Так, старт хороший. Хороший старт. Поднимайся, Моно. Опять. То есть, опять он меня каким-то образом поймал. Не понимаю этого, не понимаю. Раньше такого не было. Опять я застрял. Что это такое? Я серьезно. Возможно, я должен прыгнуть. Да-да-да, смотрите, я прыгнул. У меня все получилось. То есть, в последний момент просто нужно прыгнуть. Ага, не поймал. Так, получилось. Ладно. Отлично. Ну, ты, конечно, и сломатик. А, все, вспомнил. А вот это, кстати, довольно-таки жестоко по отношению даже к нему. А как он даже не заметил шестую? У меня вопрос твой. То есть... Ага. Ага. Да. Жестокая сцена. Ну, судя по всему, заслуженно, потому что мы явно не стали бы каким-то в его руках живыми, остались бы, вряд ли. Так что, я думаю, вполне заслуженно, да. Но самое веселое то, что шестая все как бы показывает себя с темной стороны. То есть сначала она, по-моему, в школе убила школьника, того оловянного, потом начала ломать пальцы в этой же больнице и по итогу начала греться, видимо, на трупе этого доктора. Ну, в таком мире это, я думаю, естественно, быть жестоким. Тем более, когда все тебя хотят убить, ты должен как-то соответствовать этому и бороться за свою жизнь. А прекратиться? Как-то подаваться огонь? Или я могу прекратить? Нет, не могу. Ладно, идем. Знай, мне все равно, все равно какая ты, но я всегда буду за тебя. Ладно. Сейчас должно быть сохранение, я закончу на этом. Да, сохранение. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот серия. Всем пока.